На площади перемоги у Гомеля и Бронзе жила история гомельской семьи прославленных героев. Памятный знак братам Лизюковым, Евгену, Александру и Петру разместился на супроте областной библиотеки имя Ленина. У открытия мемориала приняли удел нашатки героев, керавництва в области города и представники делегации с побратима Гомеля города Воронежа. Под обязанностью Натальи Капрыленко. Три браты, які героично загинули на фронте. Уникальная семья – одна з дванадцати на всю великую краину, у якой были одразу два героя Советского Союза. У 1942-м середний брат Александр Лизюков, генерал танкового войска, загинул у бои под Воронежем. Молодший брат Петр, у 44-м, загинул под Кюнингсбергом, организовывающий подмацование для суседней стрелковой дивизии. Звание Героя Советского Союза ее натримал посмяротно. Вядома, што третьего старейшого брата Яугена Лизюкова не узяли на фронт по стане здоровья. Не змирылся, отправился у самую гушшу центрального белорусского партизанского руху. Аутар скульптурной композиции, вядомый гомельский скульптор Валерий Кондратенко, имкнулся передать празв образы героев реальные человеческие лесы. Так, гэта память особенно узятой семьи, а лишь гэта ясше и символичная Данина Паваги усім героям, яких не дочакалися с фронту родные и близкие. Сапер, увасобившися у реальной величной форме, наши земляки отрымали опошний загад – стоять на варце родного краю. Действительно, очень большой путь прошли достойнейшие люди, которые создавали этот памятник. Я просто счастлив был внести маленькую-маленькую скромную лепту в эту работу. Но это действительно труд и воронежцев, и гомельчан, и минчан, и москвичей, и смолян. Это огромное общее дело. Со словами подяки за ушинование памяти славутой семьи Лизюковых и веншаваниями до усяго белорусского народа у День незалежности выступило керовництво Воронежской области. Миноведокомандарм, герой Советского Союза Александр Лизюков. Прозгады объеднау белорусскую и российскую земли. В 2008 году в нашей организации была разработана программа, акция называлась «Подвиг генерала». И в рамках данной программы было обнаружено захоронение Александра Лизюкова. Два года проходили экспертизы к установлению личности, проводились тесты ДНК. И в 2010 году с отданием всех воинских почестей Александр Лизюков, командующий 5-й танковой армии, был со всеми почестями захоронен в братской могиле номер 2 в городе Воронеже. Подяка нашим прославленным землякам и новая славутость города, на скрыжевание проспекта Перамоги и площади Перамоги. Той самой великой Перамоги, за якую отдали свои житцы Александр Петр и Яуген Лизюковы. Наталья Капрыленко, Валерия Гапанько, телерадиокампания «Гомель».